В Чубоксарах прошел слет юных журналистов, пишущих на чувашском языке. Лучшие юнкоры получили награды и новые знания. Сотрудники национальной телерадиокомпании «Чуваши» с удовольствием поделились с юными коллегами профессиональными секретами. Повод для встречи юных журналистов из Чувашии, Башкирии, Татарстана и Ульяновской области очень торжественный. Сразу два юбилея. 90 лет исполнилось журналу «Самант» и 25 журналу «Тите». Все эти ребята публикуются в местных изданиях, причем пишут на родном языке. Наши дети в основном пишут о маме, о родном крае, о родной селе, о родной деревне, о школе пишут. Но, конечно же, мы всех принимаем, потому что я уже отметила, что это уникальные детки. Их мало, поэтому они на вес золота, мы их бережем. Шестиклассница Ишакской школы Ульяна Андреева рассказывала читателям о школьных событиях весь год. Получила за это награду. Ульяна считает, для журналиста главное не лениться. Просто у меня тяжелый график, можно так сказать, потому что я еще хожу в музыкальную школу, танцевальную, и иногда мне не хочется писать. Но мама, моя мама, она поддерживает меня, она мне помогает писать, даже говорит мне иногда предложения, и я это запоминаю и записываю. Целый день юнкоры путешествовали по дому печати, посещая один мастер-класс за другим. Ребята учились продвигать себя в интернете, вдохновлялись творчеством поэтов. И Пуговка все больше понимала, что значит быть по-настоящему счастливой. Хоть нюдь. Не важно быть для этого красивой. Важнее чувствовать себя необходимой. И я смотрю, что здесь юные журналисты, им очень важно уметь мечтать, фантазировать. Я уж тоже когда-то в детстве была вот такая маленькая девочка, которая мечтала быть принцессой. Ну а ребята, которые мечтали попасть на радио и телевидение, поняли, что это реально. Сотрудники нашей телерадиокомпании рассказали о своем творческом пути и научили работать с профессиональной техникой. А если мы держим микрофон правильно, мы получаем хороший звук в эфире. Если мы микрофон задираем, мы, во-первых, прячем свое лицо. Во-вторых, мы делаем звук очень громким. Сохранить национальный язык и поддержать ребят, которые пишут на нем. Задача слета глобальная. Тут никто не сомневается. С каждым годом участников праздника Чувашской прессы будет все больше и больше. Мария Шоклева, Валерий Резюков, Республика.